16 апреля в Хасавюрте стартовал конкурс-марафон «Гамзатовские строки на карте Хасавюрта», посвященный 95-летию великого поэта. Идея проведения литературного празднества принадлежит депутату Народного собрания Республики Дагестан Якулу Маханову. Первыми творческую эстафету приняла средняя школа номер 12. Право объявить литературный марафон открытым было предоставлено начальнику отдела по делам молодежи Айша Татаева и начальнику Управления культуры Рамазану Чарихову. Участниками была организована экскурсия по объектам, связанных с биографией и литературным наследием поэта. Особая роль в творчестве Гамзатова принадлежала женщине. С любовью и трепетом восхвалял он непростую судьбу горянки. Они для миллионов лет. На праздничное мероприятие в качестве почетных гостей были приглашены служащие администрации, работники городской библиотеки, ветераны войны и труда, руководители отделов и управлений, а также педагоги общеобразовательных учреждений города. В судьбе поэта тесно были переплетены обычаи и традиции страны гор, которым придерживались и почитали не одно поколение. Второй пункт марафона носил название «Три горских тоста», где был показан старинный обряд традиционной свадьбы. Следующая страница путешествия включала в себя посещение прибора строительного завода, о котором в своих воспоминаниях как-то упомянул Расул Гамзатов, как о месте, где выпускали главный инструмент и орудие труда писателя, подразумевая под этим выражением простую шариковую ручку. Вот он действительно был очень значимый в своё время. Что только здесь не делалось. Помимо ручек, как сказали, здесь делались бумагорезущие станки. Дальше ленинградский был заказ – это фотоувеличители. Их выпускали по 20 тысяч в месяц. И тогда были фотографов много, поэтому все что-то, что-то, где-то как-то они расходились. Дальше были цеха, которые всё, то есть запчасти где-то покупать не приходилось. Всё делалось здесь же. Назывался инструментальный цех. О Гамзатове говорили не только как о талантливой личности, из-под пера которого вышли сотни и тысяч произведений, полюбившиеся миллионам людей по всей планете, но и как оценители футбола. А его любимой командой была Анжи. Именно поэтому следующим пунктом марафона стало футбольное поле. Начи нашей команды посещал Расул Гамзатов. В те времена каждая игра на «Динамо» собирала полные трибуны и проходила в праздничной атмосфере. Присутствие на стадионе, почитаемого всеми поэта, дополняло картину всеобщей радости оценившихся в футболе. Надо сказать, что Расул Гамзатов не был ярым подбойником и тренериором, но, по его словам, обстановка на стадионе и сама игра захватывали его и доставляли ему удовольствие. Предпоследним этапом завершения краеведческой экскурсии была встреча с человеком, на жизнь которого повлияло творчество великого поэта. Ветеран труда, заслуженный учитель Дагестана Этери Музашвили, которая сказала, что посвятить себя профессии учитель, ее вдохновило произведение Гамзатова Вера Васильевна, посвященное первой учительнице. Вспоминаю себя семилетним пострелом в дальнем горном ауле осенней полной. На меня, как родная, она посмотрела, за приезжая женщина встречу тяжелой. Первый русский урок позабыть я могу ли? День похожий сияния с глазной стены. Друг наш Вера Васильевна в горном ауле 20 лет прожила посланец Москвы. Последним пунктом литературного марафона стала сама школа, где развернулось красочное представление для всех гостей и участников. По мнению заместителя директора по воспитательной работе по тематину Силаевой, проведение таких мероприятий служит главным фактором патриотического воспитания молодежи. Я думаю, что такие мероприятия надо проводить часто, потому что нет тематики, которые не охватил Расул Гамзатов. Это и тема дружбы, это и тема братства, это и тема матери, тема родины, тема Великая Отечественная война – это знаменитые журавли. Это патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. Пульминационной частью мероприятия стала акция «Белые журавли». Тема Великой Отечественной войны и подвиг советского народа для Расула Гамзатова была одной из главных, где в первую очередь было показано мужество и преданность родине. Бика Сулейманова, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».